Моя презентация посвящена N2N-тестам. То есть вроде бы очень простая вещь, которая N2N-тест. Думаю, что все знают, что такое N2N-тесты. Но N2N-тесты для ETL-процессов. Сейчас рассмотрим, что это такое. Первые пару слов — это обо мне. Меня зовут Ирина. Я более 10 лет в IT работаю. Я работала практически на всех позициях. Я начинала с тестировщика, заканчивала там. И software developer была, и Q-elite, и координатор. Сейчас учусь на solution-архитектора. И цели, сегодняшние цели, что я хотела бы рассказать. Это первое, познакомиться, что такое ETL-процессы. Я знаю, что кто-то знает, что такое ETL-процессы. Но на самом деле это достаточно большая тема, которую стоит обсудить и стоит проговорить. Потому что у всех свое понимание ETL-процесса. Поговорить, что такое типичные шаги тестирования, которые мы выделили в наших процессах. И рассмотреть особенности работы с технологическим стэком. Ребят, технологический стэк здесь будет представлен достаточно сложно. Поэтому если будут какие-то вопросы, сразу поднимайте руки. Я сразу буду отвечать по этому поводу. Все исчезло. Жду. Окей, хорошо. Давайте пока ждать картинку. Поговорим вначале о ETL-процессах. Кто знает, что это такое? Кто-нибудь работал в этой области, работает в Big Data? Будем ждать девушку? Ну, хорошо. Давайте сразу расшифровка. ETL. ETL – это Extract, Transform и Load. В чем основная особенность вот этих процессов? Это в том, что это процессы работы с данными. Что значит работа с данными? Мы все понимаем, что такое данные. То есть данные – это книги, фильмы, музыка и все остальное. О, есть. Вот. Книги, фильмы, музыка и все остальное. Но давайте теперь представим не просто одну книгу, а представим себе объемы библиотеки. Или, например, объемы торрентов, которые закачивают огромное количество музыки и огромное количество фильмов. То есть если мы говорим о каком-то локальном хранилище, например, у вас на компьютере, то мы можем навести порядок и написать фильм первый, фильм второй, фильм третий, фильм четвертый с названиями. Но если мы говорим о больших объемах данных, то есть это торренты, это библиотеки, это какие-то публикации, это какие-то видеопорталы, где содержится огромное количество YouTube-роликов, огромное количество фильмов, то с такой информацией тоже надо как-то работать. И мало того, что с ней надо как-то работать, с ней надо ее работать, ее надо фильтровать, сохранять, отдавать людям по поиску, и понимать, что мы храним, обновлять, то есть содержать какие-то еще метаданные для этого. Сейчас объясню, что такое даже метаданные по поводу вот этой всей информации. Поэтому придумали такое понятие, как ETL, Extract Transform Load. Что это подразумевается? Это подразумевается в том, что мы берем какие-то сырые данные, например, книги, картинки, фильмы. Эти сырые данные обрабатываются обрабатываются каким-то образом. Каким образом? Это зависит от цели. Например, если нам надо просто хранить видео, мы можем распознать это видео, сделать какую-то метаинформацию и поставлять метаинформацию вместе с видео. То есть, например, фильм, там, унесенный ветром, в главной роли Скарлетта Харро, да, то есть, нет, в главной роли, я не помню, как ее зовут, но фильм там о Скарле Тахарре и тому подобное. Эта же информация, она, подобная информация, она работает и в другой доменной области, например, в оплате. То есть, все знают о том, что есть для людей транзакции платежные, то есть, есть карточка, есть деньги, то есть, есть еще какая-то сопутствующая информация, есть откаты. То есть, а представьте, теперь возьмем Amazon или возьмем какой-нибудь другой магазин, который в день совершает огромное количество транзакций, то есть миллионы, миллионы, миллионы. То есть, всю эту информацию надо каким-то образом обработать и где-то сложить, потому что она тоже должна храниться. Каждый интернет-магазин, каждая библиотека, каждый видеопортал хранит где-то эту информацию. И вот вы как раз таки видите на примере, на картинке, что экстракт, вот эти вот синие базы данных, это подразумевается работа с сырыми данными, то есть, мы берем данные из различных источников. Здесь они схематично показаны базами данных. Потом есть staging area. Staging area – это подразумевается какой-то небольшой промежуток, либо места, либо это база данных, либо это просто какие-то операции, которые нам позволят подготовить данные к трансформации. Например, вот как я раньше упоминала, если это видео, то, например, создать метаданные для видео. Потом идет операция и трансформ, и далее мы сохраняем в data warehouse. Data warehouse – это на самом деле просто хранилище. И в этом хранилище удобство работы каждой компании с данными заключается в том, как реализовано это хранилище. Например, если вы слышали, есть такая вещь, как эластик. В чем преимущество эластика? В том, что у них очень хорошо организована индексация, и при помощи эластика можно делать очень хорошие и большие поиски, очень быстрые поиски. Например, если мы говорим о… Вот вы держите свой интернет-магазин, и вам надо найти какой-то товар по коду, по нескольким словам или еще что-нибудь. Делать это при помощи эластики будет и незатратно, потому что это open-source продукт, и быстро, и очень легко интегрировать. Это к примеру. И в дальнейшем после warehouse, как я говорила, данные используются различным образом. Статистика. Например, это одно из данных. Отчеты. Предоставление данных в интернет-магазинах. Предоставление данных в дальнейшую какую-то работу. Например, если мы говорим про книги, то это может быть тоже как что-то из разряда электронных библиотек, в которые вы зашли, нашли книжку и используете. Ну, вот это вкратко. То есть, если будут какие-то вопросы, можете задавать, я отвечу. Пойдем дальше. Ой, простите. Мы как-то в нашем офисе ИПАМа забрались как-то три девицы под окном. На самом деле, это были не три девицы под окном. Это собралась небольшая группа людей, которые работают в отношении бигдаты, в отношении ETL-процесса. И мы поделились информацией. У кого какие процессы и чем работает каждый из нас. Какие степы мы используем, какие этапы мы проходим. И на самом деле, мы четвером пришли к выводу, что у нас есть очень типичные задачи, которые, в принципе, вообще не зависят от технического стека. И эти задачи мы наложили в шаги тестирования. Шагов всего четыре. Первое. Это подготовка данных. То есть, ну, как в любом тестировании, все понимают о том, что есть, должна быть какая-то подготовка данных. Если мы говорим о больших объемах данных, о той же бигдате, это тоже подготовка данных. Почему? Потому что, если мы будем, например, тестировать на объемах данных в виде шести миллионов, то вопрос в том, какое количество времени займет тест. Может быть, нам не надо шесть миллионов записей, шесть миллионов файлов. Может, мы можем выбрать какие-то типичные представители этих файлов и в дальнейшем с ним работать. То есть, анализ информации, с которой мы работаем, это и является подготовка данных. Это не значит, что мы обязательно будем их, например, придумывать, стимулировать. Нет. Это тоже как бы работает, но на самом деле здесь больше стоит именно анализ. Анализ данных, с которыми мы работаем. Дальше идет запуск процессинга. То есть, данные должны быть обработаны. И эти данные обрабатываются нашим каким-то приложением, которое написано со стороны разработчиков. То есть, как его запустить? Это очень интересно, потому что далеко не у всех есть там кнопочка «Тук, ран, полетели». Обычно это какой-то бэкэнд, и обычно этот бэкэнд скрыт где-то внизу под капотом, и здесь еще надо научиться его запускать каким-то образом. То есть, и очень часто нету кнопки, очень часто нету какого-то внешнего вообще источника. То есть, например, процессинг данных будет сработаться по какому-то событию. То есть, ну вот, например, пришли новые данные. Ага, новые данные пришли, давайте их обрабатывать. То есть, ну вот что-то в этом роде. Или, ой, сори, или еще какое-то событие. Затем проверка завершения. Преимущество и недостаток в том, наших ETL-процессов, в том, что мы не знаем, когда он завершится. У нас большой объем данных, 6 миллионов данных, 6 миллионов записей. Вот они процессятся, 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 процессятся. Они нам не позвонят, они скажут, «Ребят, мы закончились, протестируйте нас». То есть, нам надо определить, каким образом нам определить, что процессинг завершился. То есть, он может, вдруг он отвалился и завершился за 40 минут. А, возможно, он бы запроцессился все 6 часов, то есть в течение 6 часов. Представляете, если мы, например, ну, все работали с Jenkins, знаем, что это такое. Если мы, например, в Jenkins поставим тайм-аут на 6 часов, и наша джоба будет в Jenkins ожидать 6 часов. Такой, привет, мы ждем с тебя 6 часов. А если не 6, а если 10, а если 24, то есть в зависимости от объема. Поэтому очень важно научиться определять, в какой момент именно завершился процессинг данных. Ну и, конечно, проверка самих данных. То есть, ETL – это не только процессинг, это еще трансформация данных. И трансформации могут быть какие угодно. Это могут быть преобразования, это может быть склейка данных, это может быть наоборот сплит данных. То есть, здесь это может быть подмена данных, адаптация данных, фильтрация данных. Это все надо протестировать. Вот все. Все это шаги, потому что мы тестировали, и мы выпускаем не только рабочий продукт, мы должны выпустить и рабочий продукт, который даст нам корректные данные. Окей. Давайте теперь… Давай. Почему надо именно загружать большое количество данных? Почему нельзя их разбить на какие-то кластеры, проверить каждый тип данных, что он правильно процессится, правильно трансформируется, и дальше провести какое-нибудь условное нагрузочное тестирование, один раз загрузить огромное количество и посмотреть, что с ним будет. Так, смотри, я тебя правильно поняла? Ты предлагаешь не грузить весь сайт данных, а загрузить кусками, блоками. Смотри, а что такое кластер? Из каждого сета данных. Из каждого сета данных, правильно? Пайл, который можно обработать, это определенный момент. Угу. Смотри, все правильно. То есть мысль как бы хорошая, и мысль ведет в нужную сторону. И на самом деле, если мы знаем конкретно, что в нашей доменной области есть, например, только видео, да, ну пусть видео и метадата видео, да, то мы можем себе позволить это сделать. Если мы знаем, что в нашей доменной области есть, например, книги и метадата для книг, то мы тоже себе можем позволить это сделать. И на самом деле так и поступает. Большинство проектов, которые работают в определенной доменной области, так и поступает. Но, а если у нас приходят транзакции, то есть, например, транзакции, ну, не буду говорить платежные, потому что они более-менее одинаковые. Я вот сейчас работаю на проекте, который работает с логистикой, то есть там едут машинки, и эти машинки заправляются, эти машинки останавливаются, эти машинки присылают координаты. Там такое огромное значение данных, и эти все данные практически как бы обрабатываются, сливаются в один вот warehouse, который я показывала. То есть получается, что мало того, что данных, типов данных огромное количество, так сами еще данные должны быть корректны. И обработаны корректно, и отображены корректно. Например, если мы говорим про координаты, то у нас очень часто машина уезжала куда-нибудь в Антарктиду. Где машина? В Антарктиде. То есть, понимаешь, как бы это доменные условия, зависит от проекта. То есть один проект может себе позволить это сделать, а другой проект не может себе позволить это делать, и 6 миллионов записей данных о машинах с координатами надо обработать и проверить каждую. Для каждого, смотри, есть 50 тысяч клиентов, так? То есть вот для 50 тысяч клиентов у нас идет, то есть оплата, не несет бизнес-цели именно как бы оплата, да, гостиницы. То есть мы работаем не с гостиницей, мы работаем с этими, с водителями. То есть есть группировка, да, например, 50 тысяч клиентов водителей. Окей, мы по 50 тысяч, вот по одному клиенту мы сделали группировку, но она небольшая. То есть вот, ну сколько тут водитель проехал, да, то есть по сравнению со всем? Смотри. Смотри, у тебя водитель может оплачивать в Shell, в Lookoil, в Gazprom, то есть ты уже не можешь объединить, потому что тебе надо будет предоставить различные чеки в Lookoil, в Gazprom и в Shell. Ну, это особенность доменной области. Давайте потом попозже поговорим об этом, продолжим с тем, что есть. Я сейчас покажу вот такую штук, картинку. Что это такое? Это на самом деле реальное приложение. Здесь два пайплайна. Что такое пайплайн, мы обсудим немножко попозже. Это вот реальное приложение по обработке информации, мета-данных для публикаций, для книг, для статей, для книг и для различных библиотек. Что здесь происходит? Сейчас посмотрим подробнее. Здесь происходит такая ситуация. Приходят данные, которые мы знаем тип. Вот как девушка предлагала, у нас действительно здесь ограниченный тип. У нас есть XML-данные, которые содержат какую-то информацию о публикациях, о книгах, авторы, время публикации, где находится и все остальное. Эти данные к нам пришли в виде XML, и мы их поместили в S3 Bucket. И что у нас происходит? S3 Bucket по техническому стеку немножко попозже поговорим, я все объясню. S3 Bucket отсылает сообщение в SQS. SQS – это сервис Амазона. Что такое это сообщение SQS? SQS – это триггер, триггер процессинга. То есть мы запускаем обработку этих данных. То есть вот если это говорить, пришли нам XML-ки, и мы сказали, о, слушай, супер, пришли XML-ки, давайте запустим, обработаем их все, посмотрим, что там происходит. В дальнейшем… Ох ты, сразу все появилось. Ну ладно. Как только прочиталось это сообщение с SQS, процессинг запустился, и у нас данные были распределены, обработаны, распределены по типам. То есть что это? Новые данные. Это данные на апдейт, это данные на делит, на все остальное. И вот на этом этапе первый кусочек функциональности заканчивается. И начинается второй кусок функциональности, второй пайплан его работает с ним. Эти прочитанные, распределенные данные идут каждый на свою обработку. То есть вот новые данные идут сюда. Данные, которые на апдейт, у них точно такой же вот кусок, но свой. Данные, которые на делит, у них тоже точно такой же свой, но свой. То есть вот таким образом строится работа ETL самих. То есть вот это перед вами, это именно сами ETL. То есть вот это вот, как делается экстракт Transformer Load, то есть в реальности. И в конце данные появились в Монге. То есть в качестве warehouse мы использовали на этом проекте Монга. То есть как только данные появились в Монге, мы дальше можем уже эти данные валидировать. Есть вопросы по картинке? Нет? Окей. Давайте тогда более подробно. Вот если мы налаживаем наши шаги трансформации, которые у нас были, наши шаги тестирования, то получается вот так вот. Подготовка данных – это S3. Запуск процессинка – это SQS. Проверка завершения – это Kafka. И проверка данных – это Mongo. Сейчас более подробно по техническому стеку. Почему и как. Так, вот. Что такое pipeline? То есть то, что с вами было представлено. Это несложно. Пайплайн на самом деле – это просто визуализация разработки. То есть вместо того, чтобы делать, писать огромные кучи кодов и всего остального, это все записано для нас. У pipeline есть стандартные элементы. Я не знаю, работает тут указка? Нет? Стандартные элементы. Вот это вот стандартный элемент, вот это стандартный элемент. То есть любой процессинг данных можно сделать при помощи этих стандартных элементов. Вам надо распределить данные, вам надо данные как-то, смейпить данные, или наоборот разделить данные, преобразовать данные. Можно все сделать при помощи этих стандартных элементов. Но если вам не устраивают стандартные элементы, то можно написать вот здесь вот самописный свой код. Вот этот вот квадратик на самом деле называется stage. Это stage – это всего лишь один шаг в преобразовании, один шаг в функциональности. То есть мы можем сказать, что это одна функция для данных. И вот все вот это вот, это называется pipeline. То есть сама суть pipeline – это перемещение данных из источника в source. И в чем преимущество работы в том, что вот с этим могут работать даже не программисты. То есть с этим могут работать тестировщики совершенно спокойно. И это можно использовать даже в целях тестирования. То есть, например, у меня знакомый, который сделал вот такой же pipeline именно для тестирования. То есть он забирал с двух систем одновременно данные при помощи этих pipeline и сравнивал их. Так как это были биржевые сводки, то можете представить, если как бы две системы работают рассинхронизацией хотя бы в одну секунду, то как бы будет достаточно большая разница. То есть ему при помощи вот такой технологии удалось делать в том, чтобы рассинхронизация была миллисекунды. То есть в результате разницы практически не было. И с ними работать очень просто. То есть набор блоков вы набираете и прописываете все нужные вам параметры, которые должны быть использованы. Например, адрес Монги, коллекцию Монги. То есть это все идет из коробки. Вот немножко поближе, чтобы не рассматривали. То есть это все идет из коробки, и это все можно использовать. И сама эта система, она может быть как стендалон приложение. То есть вы просто ее положили, например, у себя в докере или еще что-то как-то. И открыли при помощи браузера. То есть и вот как бы тоже поближе наши стейджи. И в чем преимущество? В этой системе можно работать просто при помощи REST API. То есть вы берете любой запрос, пост и GET. Вот здесь вот есть хелпер, который помогает это все формировать. Нет, это был ли стримсет именно. И вы можете управлять ходом тестирования. То есть вам, например, надо запустить pipeline, да, то есть чтобы он начал работу, обработку. Вы отсылаете сюда запрос, он запускается. Вам надо остановить. Вы запустили запрос, он остановился. Вам надо узнать, сколько запроцессилось данных. Вы спрашиваете GET запросом, вам пришел ответ, сколько запроцессилось данных. Вы ему хотите узнать ошибки, вы отослали туда GET запрос, вам пришло количество ошибок, которые произошло. Это очень простая вещь, которую может использоваться кем угодно. То есть не обязательно для этого писать какие-то свои стейджи. То есть это наборный, как лего, наборный механизм. Вы можете использовать это для автоматизации, если у вас есть какие-то такие потребности. Но в этом проекте это было именно предложение, которое было разработано. Это то, что у нас было. Вот пример того, как мы делаем старт пайплайна. То есть здесь вот это все сформируется автоматически. То есть для этого вам надо будет просто знать IP и подставить вот такой вот URI. Так? Окей. Мы вот… Саму функциональность мы посмотрели. Она была сделана при помощи вот этих пайплайнов. То есть вспомним, что данные изначально у нас помещались в S3. То есть подготовим данных и складываем в S3. Что такое S3? Поподробнее немного. Кто знает, кто работал с Амазоном? О, супер. 3,3 человека. Знаете, в чем особенность S3? Да, но я имею в виду немножко другое. Особенность S3, которая очень важна для кастомера – это деньги. Один запрос бесплатный в S3 – это удалить. Все остальное платное. Все. Включая взять список файлов. Поэтому, когда работаешь с S3, надо очень четко понимать, сколько ты готовил на это потратить денег. Если это один файл, да, запросы – это десятки центов. Если это один файл, то окей. Но если мы берем сотни тысяч или миллионов, представляете, сколько денег уходит на то, чтобы обработать с данными, которые составляют миллионы? Поэтому с Амазоном надо быть очень осторожным. Они выставляют маленькие цены, но берут количество. Вот примеры данных, которые лежали. То есть наши пайплайны были способны даже данные разархивировать. То есть из коробки есть решения, которые помогают вам разархивировать данные. Вы можете положить туда zip-архивы, автоматически они разархивируются и в дальнейшем будут процесситься и делать любую обработку, которая вам нужна. В чем еще очень хорошее преимущество, которое позволит строить любую функциональность? Это то, что у S3 есть такое понимание, как event. То, что здесь написано? Здесь делан event, который срабатывает на то, что если появится в бакете манифест test.json, когда появился этот файл, срабатывает какое-то событие. Вот, например, в нашем случае это было уходит сообщение в SQS очередь для того, чтобы произошел старт процессинга. И точно таким же образом можно сделать огромное количество событий. То есть не обязательно SQS, это может быть какая-то лямбда выражение, это может быть какой-то скрипт, это может быть еще что-то. То есть Amazon тоже представляет это все дело из коробки. То есть получается, что вы собираете кубиками S3, настроили ивенты, они сделали вам какое-то действие, которое запустили вам в процессинг. То есть окей, мы уже хотя бы на половину пути нашего приложения. Вот как бы поближе то, что я говорила, наш манифест test.json. Дальше, что такое SQS? Вот мы используем этот сервис в качестве триггера. Что это такое? Почему я о нем все время говорю? SQS это очередь, да. В чем ее уникальное? Наверное, не уникальное, но очень большое-большое преимущество. Есть понимание? Ну, да, но это фишка S3 самого. SQS это очередь, у которой есть режим очистки приложения, очереди после того, как было сообщение прочитано. То есть прочитали сообщение, и оно было удалено. Все, его больше никто не может прочитать. Во-первых, это security. Во-вторых, это чистота. Вам не надо ничего делать вручную. Извините. Сейчас. Триггер отсылает. А очередь хранит. А pipeline читает. Пайплайн прочитал сообщение. Вот так вот выглядит сообщение. Вот так вот выглядит сообщение я. Пайплайн прочитал одно из сообщений. Все. Сообщение здесь исчезло. Вот так вот внутри их находится темплейт сообщения. В этом сообщении может быть все, что угодно. Любая информация, которая вам нужна. Это может быть, например, в нашем случае нам нужно было имя бакета, в котором хранятся все наши данные. Вот вы видите, да. И путь, по которому хранятся все наши данные. То есть вот там, где кей, манифест test.json, это как бы путь, отсекая test.json, мы таким образом брали путь, где наши все данные хранятся. То есть вы можете распределять, каким образом ваши данные под любым пространством и посылать при помощи вот этого SQS-сообщения в распределение. В SQS-сообщении будут находиться различные пути, которые вы можете прочитать, которые вы в дальнейшем можете использовать. Это просто идеальная система, если вам надо будет работать с одним пакетом, но с многими путями. То есть вы просто складываете свой вот этот test.json в различные пути, и таким образом ваш пейплайн будет это все дело вычитывать и будет знать, где находятся данные. Окей. Да, кавка, точно. Давайте до кавки пока еще дойдем. После того, как сработало, было прочитано сообщение SQS, данные обрабатываются и распределяются на функциональности, то есть в нашем случае. И для того, чтобы функциональность разделить данные не только логически, но еще физически, мы использовали такую вещь, как кавка. Кавка – это точно такая же очередь, как вы знаете, да? Но в чем преимущество кавки, кто знает? Кавка – это очень интересная вещь. Это не только очередь, это еще и хранилище данных. Это само по себе большой-большой такой аппликейшн, который работает как хранилище, как очередь, и в которой еще есть различные дополнительные функции, мы уже не будем останавливаться. Основная штука кавки, основные фишки кавки – это продюсер, это топики, это консюмер. Что это такое? Если мы говорим о разных функциональностях, нам, чтобы разделить, мы можем их поместить в разные топики. То есть топик 1, топик 2, топик 3 – это будут топики, которые будут содержать разные данные. Например, топик 1 будет содержать данные, у кого будут только те данные, в которых будет слово red. А топик 2 – слово green. Топик 3 – слово yellow. И в дальнейшем, когда из этих топиков будет прочитано сообщение, то есть мы можем опираться. Ага, если красный, значит стоп. Если зеленый, значит едем. Если желтый, значит стоим. То есть как светофор. И пишут в кавку так называемые продюсеры. То есть ваше приложение может быть выступать как и консюмером, то есть тем объектом, который эти данные потребляет, так и продюсером, тем объектом, который эти данные производит и складывает в эти топики кавки. В чём очень интересная вещь кавки? Она может быть на стыке приложений. То есть если у вас есть часть аппликейшена, которая обработывает данные, то потом вам надо и вторая часть, чтобы вычитывала откуда-то эти данные. В таком случае вы можете использовать кавку. Ваша часть, первая часть положит данные, вторая часть подождёт, пока эти данные появятся, и прочитает эти данные из кавки. То есть это стык, резиновая прокладка между частями аппликейшена. Если мы говорим, например, о микросервисной архитектуре, то это одно из очень хороших решений, каким образом переводить данные из сервиса в сервис. Это одно из. То есть не идеально, но одно из. И очень хорошая новость нам, как тестировщикам, это в том, что кавку можно прочитать просто наглядно, посмотреть, что там находится. Сам Apache Kafka, он поставляет вот такую вот команду. Это не только команда, это целый пакет команд, которыми можно зайти в топики и посмотреть, что там лежит. Например, вот в этом случае это лежало такого типа приложения, вот сообщение такого типа. Можно зайти, почитать. По-моему, сори, нету. Можно зайти и почитать, и удостовериться, что оно там есть. Либо, что его там нету. Тогда надо смотреть, почему оно там не появилось, почему, что случилось с нашим приложением, почему данные не работают, где они, куда потерялись. То есть не всегда получается на выходе данные словить. То есть как вот сама кавка позволяет нам не только эти данные словить, но еще и эти данные прочитать. То есть и последняя часть, которая у нас была в пайплане, это монга. Монга. NonSQL база данных. Знаем этот сервис, этот термин nonSQL? В чем отличительная особенность монги от остальных баз? То, что это JSON-ориентированная база данных, которая работает в основном только по ключам. Это k-value хранилище так называемое. Это значит о том, что вы можете хранить там любой тип информации, которая может быть представлена в виде JSON. и монга позволит очень быстро все это обрабатывать и очень быстро искать данные, которые там находятся. Монга очень легко скилится. У него, у монги можно поднять достаточно много инстансов. Монги очень хороший перформанс. То есть монга, с какой стороны ни посмотри, достаточно очень хорошая база данных для того, чтобы с ней работать, для того, чтобы с ней ее использовать. Но тоже надо уметь работать с ней аккуратно, потому что монга требует все-таки достаточно мощных ресурсов. Вот, например, вот здесь на примере было представлено одно из сообщений, из типов сообщений, которые у нас были, которые мы агрегировали, и как оно было представлено. То есть вот перед вами прямо оно находится. Но в чем особенность всего, дальнейшая особенность нашей кавки и монги, в том, что это не АВСные приложения. Вот это была основная проблема. То, что я говорила, у нас есть инстансы монги, но эти инстансы, эти вот экземпляры, их надо где-то держать. То есть мы не можем сделать, дать вам, вот смотрите, здесь локальная машина, пожалуйста, используйте эту монгу. Нет. Мы должны каким-то образом работать с монгой в облаках, то есть, например, в АВСе, конкретно для этого клиента. Соответственно, для того, чтобы работать с монгой, мы развернули вот такой вот EC2-инстанс. EC2-инстанс – это виртуальная машина, то есть, грубо говоря, которая работает в облаке. Это одно из базовых понятий для АВСа. То есть на эту виртуальную машину, подняв эту виртуальную машину, можно ее поднять на любой системе. Хотите Linux, хотите много памяти, хотите много ядер. Все зависит от того, сколько у вас будет денег. И преимущество вот этих вот EC2-инстансов в том, что вы платите за них только тогда, когда они работают. Если у вас данные не процессятся, если у вас не происходит никакой работы, эти EC2-инстансы можно погасить, из-за них ничего не будет. Но если у вас идет большой поток данных, вы можете поднять и сделать, например, не один, а сделать их 10. 10 EC2-инстансов, которые содержат монгой, обработали или кавку, обработали эти сообщения, поглотили эти сообщения, а потом снова погасились. Это как бы большая-большая удача в отношении маркетингового решения, амазона. Но если мы возвращаемся к кавке и к монге, так как нам надо к ним каким-то обращением обращаться, если помните, на первом слайде у нас был IP-адрес, то это был не просто IP-адрес монги, это был IP-адрес конкретной EC2-инстанса, вот такой вот IP-адрес. И для того, чтобы к монге нам обратиться, мы этот IP-адрес берем вот отсюда, из вот этого EC2-инстанса. То есть получается у нас матрешка в матрешке, есть EC2-инстанс, внутри находится монга, есть IP-адрес, по которому мы ныряем внутрь и обращаемся к монге. И то же самое с кавкой, вот один к одному. Вот все то же самое идет с кавкой. Точно так же есть EC2-инстанс, есть кавка, мы ныряем по этому IP и таким образом обращаемся к кавке. Но самое интересное, что развернув это все дело один раз, нам больше ничего не требуется. То есть вот вообще мы полностью отдаем Амазону мониторинг этой системы. Каким образом это все один раз разворачивается? Есть такой сервис, называется CloudFormation. Этот CloudFormation позволяет создать всю вот эту вот огромную систему, про которую я говорила. То есть позволяет нам развернуть SQS, позволяет нам развернуть EC2-инстансы, которые будут содержать кавку, содержать монгу. То есть для этого достаточно будет описать один темплейт, который вам… Темплейт что это такое? Ну, темплейт это паттерн, в котором будет содержаться какая информация, какую систему вам поднимать. То есть и вот этот темплейт потом можно перемещать… Все, конец, да? Хорошо, давайте я уже закончу. Этот темплейт потом можно перемещать между любыми инвайроментами. То есть вот это вот огромная большая удача Амазона. И на самом деле это огромная удача девелоперов, и на самом деле это огромная удача нас как тестировщиков. Почему? Потому что таким образом мы можем вычитывать достаточно много информации. Например, если мне надо найти IP-адрес в Монге, мне достаточно будет взять отсюда вот этот вот ID, и по этому ID взять IP-адрес. То есть это все можно реализовать при помощи РЭС-запросов, которые крутятся под капотом у АВС. И таким образом мы можем достучаться до любой системы, которая у нас есть, до Пайпайнов, до Кавки, до Монги, взять любую информацию, посмотреть, как все как бы отрабатывает, и даже создать свое. То есть если есть желание, мы можем точно так же делать какие-то вот такие темплейты и развернуть нужную нам инфраструктуру. Систем-менеджер, ну ладно, систем-менеджер, кратко, это сервис, который позволяет сохранить информацию в зашифрованном виде. То есть такие можно там хранить пароли, можно там хранить юзеров, можно хранить какую-то еще достаточно ключи шифрования. Причем это будут ключи шифрования, пароли и юзеры применены полностью на всю систему. То есть один раз используя, обращаясь к систем-менеджеру, и один раз поменяв эту информацию в систем-менеджеру, она поменяется по всей системе. То есть это как бы место, где мы обычно храним пароли, потому что нужна в любом случае авторизация для той же Монги и для той же Кавки. Так, вот, например, пароль от Кавки, пароль от Монги. Окей, вернемся к последнему шагу, вернее к первому шагу и последнему слайду, к сожалению, на сегодня. Это подготовка данных, это процесс запуска, это проверка завершения и проверка данных. Кратко, мы готовили данные, каким образом? Мы делали, объединяли данные, выбирали сайты данных, складывали их в S3, который по типам, для того, чтобы не использовать полный объем данных. Запускали процессинг мы тем, что у нас приходило, мы складывали потом после данных, вложили файл, который назывался manifest-test.json. Бакет отрабатывал и запускал процессинг. Event в бакете отрабатывал, запускал процессинг. Затем была у нас кавка. В кавке мы проверяли, завершился ли процессинг. То есть сообщения пришли в кавку после процессинга, это значит, что они все обработались. И проверка данных. После того, как мы знаем, что процессинг завершен, мы могли идти в Монгу и проверять при помощи наших паттернов, JSON, которые у нас там находились, и смотреть, что эти JSON у нас корректно отработали. они содержат структуру и содержат полные типы данных, всю информацию, которая нам надо. Дальше у меня идет тоже большой кусок, но времени уже, к сожалению, не хватает. Поэтому если интересно, я могу просто рассказать после. Всем спасибо!